да ребят не самая лучшая погода для съемок всех приветствую в новой серии наверное из названия вы поняли что я буду забирать сегодня что грузить значит нахожусь я штате массачусетс недалеко от бостона прямо на на берегу тут получается пирса либо залива это вообще island считается остров небольшой такой судовый островок будем сегодня забирать огромную лодку я решил вам сейчас пока поснимать сейчас у меня 7 утра грузить будут большим краном либо вот этим либо он тем я не знаю каким-то из них скоро должен приехать водитель который будет грузить меня я сейчас пока осматриваю территорию смотрите что тут у нас такой вот пирс сюда очень заезжать можно корабли стоят какие-то баржи да ну только я не эту буду лодку забирать не эту баржу сейчас я пойду покажу что будем забирать я очень рад что я вернулся работать на открытую платформу после 7 месяцев на драйвене хотя там тоже плох платят неплохие деньги но это моя любимая работа на открытом деке работать с цепями работа работать с гусеничной техникой с большими оверсайзами и так далее но если вы помните то начинал я со стыб дека и для тех кто желает поработать на стыб деке научиться всему тому чему я научился за последние годы у меня для вас есть предложение для тех кто находится в сша ребята есть у вас опыт или у вас нету еще опыта вы только получили права неважно мой друг с очень хорошими условиями для труда сейчас ищет водителя у него есть вакансия на стыб дек и на драйвен очень многие компании дают условия работы такие что водитель вынужден через месяц через два через три менять компанию но мой товарищ я за него отвечаю я за него ручаюсь у него очень хорошие и выгодные условия для труда и вы никогда не пожалеете если пойдете к нему работать самое главное это своевременная оплата раз второе он поделится с вами опытом научит работать с открытыми платформами с негабаритными грузами и это самое главное и бесценное его страховка позволяет брать на работу новичков также он оплатит вам трансфер с любого штата до работы самолетом и всегда у вас будут выходные не надо будет работать по два по три месяца не вылазно без из трака кого заинтересовало это предложение ребята места ограниченные поэтому я оставляю номер здесь звоните пожалуйста устраивайтесь на работу и встретимся на дорогах но а мне пора начинать крепить свой груз думал прогуляться посмотреть где-то здесь короче вот такую кабину они сняли с моей лодки лодки это даже лодкой назвать сложно ребята решил прогуляться на пирс посмотрит у них такая конструкция значит вот моего что я буду забирать это болт фрейм чем я как я смотрел это как будто бы какой-то буксировщик небольшой что-то стремно мне здесь ходить что такая вот бандура вы видите вся в моллюсках вся в этой соленой видимо воде да не совсем она конечно похоже на лодку но че есть короче плавучая судна ребят очень большой и широкий груз эти такой вот кубик сейчас моя задача и и быстренько ее обмерю чтобы меня нигде не эти на размеры не обманули очень в ширину она 14 футов должна быть 14 на 25 один фут приблизительно 30 сантиметров то есть у нас получается 4 метра 20 в ширину приблизительно так процесс потихонечку пошел поднимают уже наш корабль это ребята по ходу буксировочное судно я потом вставлю название как он называется правильно а ребят в общем загрузка произошла здесь такой моросящий очень дождь идет так неприятно все это дело делать но что есть то есть значит загрузка произошла и ребятки занялись своими делами значит здесь я все повесил знаки оверсайз флаги наперед повесил флажки по каждому по каждому краю получается груза с четырех сторон нужно видеть и красные флаги повесить они должны быть 18 на 18 квадратик поставил 6 цепей значит вот две цепи тянут сюда за верхние уши поставил две цепи получается одна сбоку и вторая с обратной стороны тянет как бы вниз предотвращая опрокидывания скажем так и вот эти две цепи тянут лодку назад значит здесь у нас тоже красные флаги висят 18 на 18 такое такой закон с каждой стороны негабаритного груза должны висеть красные флаги значит здесь у нас вывеска тоже 8 на этот оверсайз она точно также 18 инчей должна быть в ширину и в длину не помню но в общем здесь по 77 футов ребята значит на протяжении всей дороги должны моргать warning lights то есть раньше вот эти лам струб лайцы так здесь у нас видите тоже все флаги цепи висят груз я закрепил в принципе я у готов выезжать сейчас 9 утра проблема в чем мы с вами отправляемся сейчас из new betford штат массачусетс едем на штат нью-йорк ниагара фоллс город ниагара фоллс ехать мне тысячу километров значит я должен проехать можно ехать через масса массачусетс и нью-йорк но там платная дорога так перешел я в салон потому что там идет дождь невозможно разговаривать значит массачусетс и нью-йорк можно поехать напрямки будет 500 500 миль это где-то 850 километров короткий путь дело не в том что это платная дорога то есть мне не жалко денег дело в том что на массачусетс штат массачусетс с моей шириной разрешает ехать по платной магистрали но при присутствии двух обычных двух обычных пайлот-каров то есть машины сопровождения 1 спереди а сзади и 2 полицейских машин сопровождения это штат массачусетс даже если вы массачусетс дал бы мне такое разрешение я бы взял бы себе эти эскорты штат нью-йорк по платной дороге начинается дальше вообще не разрешает ехать по платке там поэтому было принято решение поехать через низ обогнуть получается эти штаты значит выезжаем из массачусетса на рода айленд потом коннекте откуда из коннекте то когда попадаем в штат нью-йорк едем по югу вот и потом поднимаемся уже по там по маленьким дорожечкам местного значения поднимаемся наверх в городу баффало огибаем баффало с севера вот и попадаем в город ниагара фоллс меня вчера это заняло прокладывание маршрута где-то два часа значит я пользуюсь ребята вот такими книгами она устарелая каждый год надо обновлять у меня 19-20 год надо купить либо 20 21 либо уже не знаю 21 22 если есть сейчас я жду две машины сопровождения значит мы с ними едем до границы коннектикута и штата нью-йорк потому что в коннектикуте нужно две машинки сопровождения а в штате нью-йорк только одна должна быть до 14 футов вот как я говорил 14 это получается по моему 42 метра если я не ошибаюсь значит до ровно до 14 футов можно ехать с одной машины сопровождения если у вас уже 14 и 1 нужно 2 а машинка сопровождения это дорогое удовольствие за каждую пройденную милю они съедают доллар 55 то есть 1 доллар 55 центов за каждую милю то есть получается в принципе одна миля это доллар 6 миль километр 60 получается доллар за километр они берут то есть мне надо будет проехать только 350 километров с одним значит я ему заплачу 350 долларов а со вторым я должен проехать тысячу километров я ему заплачу 1000 долларов и в итоге мне обойдется две машинки сопровождения в тысячу 350 но там плюс минус значит стоимость пермитов я пока получил разрешение пермит это разрешение на штат нью-йорк пока что только получил стоимость этого пермита 40 долларов если вы превышаете вес легально допустимый вес который 80 тысяч паунтов составляет это приблизительно 40 тонн тогда вы получите покупаете разрешение на перевозку тяжелого груза эти разрешения стоят уже в раз в 5 в 10 зависимости от штата и в зависимости от веса так как я вес не превышаю это лодка весит 16-17 тонн вот поэтому я вкладываюсь в легальный вес и мне нужны обычные пермиты но массачусетс коннексидкут и руд-айленд пока мне документы не прислали то есть я сижу жду смотрите он приехал еще один оверсайзик не знаю мы с ним тут разменемся дом на колесах привез ай-яй-яй-яй надо сейчас смотреть он с машинкой сопровождения идет с кем-то по рации разговаривает я у него спросил говорю у тебя нормально все он видали да у него там сзади на сопровождение они видите сюда привозят эти дома на колесах а потом их сюда на на барже и куда-то везут по реке вот такая тут система в общем ребята все в порядке мои машины сопровождения приехали я все проверил фары и так далее перми ты наконец-то пришли в общем компания которая заказывает мне пермиты ошиблась моим е-мейлом то есть я сидел ждал два часа оказывается они перепутали мой электронный адрес и послали куда-то не туда в общем всегда все через одно место ладно сейчас мы последнее приготовление значит две машины сопровождения поворачиваю я налево на лево я говорю на левт одна перекрывает движение встречная там мост перекрывает 2 едет вперед там перекрывает и я тихонечко выезжаю дальше мы едем один сзади один спереди ну а там уже разберемся по по ходу движения все начинаем двигаться куда-то 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 на левт б Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аккуратно, тихонечко Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой недель Ну ладно Код который сделал DimaTorzok Конечно очень подключился DimaTorzok Так перекрыли мост Движение Ладно Что есть то есть Ну все А теперь по магистрали мы едем У нас будет скоро через 35-40 км будет большой город провиденс штат рода island значит там у нас будут конечно нюансы потому что это центр города там там будет жестко вот но надеюсь проскочим потому что время сейчас пополудню то есть как раз самое время быстренько проскакивать большие города вот каждый значит съезд на магистрали где люди заезжают он автоматически сзади сразу занимает две полосы тем самым он говорит мне что две полосы свободны я могу свободно перестраиваться чтобы справа как бы никого не не пугать своим видом и не создавать опасность а чем ладно пока продолжаем двигаться так заезжаем в туннель тут я буду ехать по двум полосам потому что там по-моему насколько мне известно обочины нету еду сейчас по двум полосам потому что справа у нас очень узкая обочина дабы не создавать риск не для себя не для окружающих едем по двум впереди идущий сказал что на обочине стоит машина чтобы я перестроился влево видите почему я еду по двум полосам потому что дорога здесь не прямая она извилистая и за каждым поворотом я не вижу кто там стоит на обочине дабы избежать резкого перестроения приходится иногда занимать две полосы в таких участках ничего это сейчас мы город проедем там уже будет полет полегче попались справа мэрс 2 мерседеса едут медленно-медленно чтобы мне их обогнать надо две левые полосы занимать тоже люди конечно блин а этот чувак на мини-вене сидит по это по телефону разговаривает конечно самое неприятное в этом деле обгоны возвращаемся обратно в правую полосу так скоро у нас через пять километров будет город провиденс центр города даунтаун там надо будет очень аккуратненько потому что там трафик скорее всего по двум полосам поедем так все скоростной режим стоит на 55 все вот мы пересекаем ли линию штата через полтора километра будет съесть на следующую магистраль номер 95 поэтому я сейчас занял вторую слева полосу заранее заранее смотреть конечно так сопровождающий пододвинул меня влево теперь по одной линии слева пойдем в смысле по двум левым потому что справа очень много выходящего трафика и как видите а вот стоит сверху платные дороги не знаю как они среагируют если я еду по центру так вот сейчас поворачиваем на нью-йорк слева так вроде сказал что левая полоса заблокирована сейчас посмотрим сейчас посмотрим вот видите а здесь с левой стороны вот обочины вообще нету так у нас тут slow motion трак ездит но что ж мы не будем же его обгонять совсем по-наглому будет вообще чувак еле-еле тянется но посмотрите на него главное видеть что сзади оверсайз идет никак чувак не пододвинется ничего вот наконец-то чувак зеркало посмотрел так осталось километров километров 10 сейчас мы обговорили то что впереди полосы там ремонт дороги имеют как бы шифт то есть смещение полос идет и он говорит я буду придерживать для тебя вторую полосу слева если вдруг что надо будет перестроиться то перестроишься сразу но пока нормально так сообщили нам что на левом на левой обочине закрыта она короче командная работа передний сообщает что происходит впереди задний прикрывает меня ну что у нас ну что у нас первая задержка что-то случилось на дороге не знаю показывает на гугл показывает вроде бы 20 минут но пишет плюс полтора часа задержка не знаю это конечно нехорошо потому что в нью-йорке до нью-йорка осталось без пробок до штата нью-йорк осталось без пробок где-то часа полтора часа полтора а там дальше в нью-йорке надо пересечь мост который нельзя пересекать с 4 до 6 вечера мы должны успеть до 4 если не успеем то нам придется останавливаться и ждать два часа потом чтобы его пересечь да ну вот такие вот вот такие вот дела это я не ожидал что столько ремонтов будет ремонт на ремонте что подбираемся мы к штату нью-йорк осталось буквально 25 километров наверное сейчас опять двигаюсь по двум полосам потому что справа слева бетонные барьеры и нету возможности у меня двигаться по одной полосе поэтому зато как король дороги так все ремонт закончился уходим вправо скоро будем уже останавливаться с одним сопровождающим будем расставаться как я уже говорил он едет с нами только до границы со штатом нью-йорк и коннектикут через 20-25 километров остановимся рассчитаемся и либо сделаем там паузу либо сразу оттуда подвинем не знаю потому что до моста у нас остается где-то час дороги и мы все равно не успеваем попадаем прямо в и мы не успеваем проехать с 4 до 6 поэтому надо подождать и проехать его ровно в 6 часов вечера так вот у нас уже и место где мы будем прощаться выход с шоссе номер один так сейчас мы проезжаем перекресток и там с левой стороны есть место где можно остановиться ненадолго аккуратненько тут уже тоже оверсайзе стоит аккуратненько не спеша с нашим низкорамным прицепом тут можно блин встрять где захочешь где хочешь такое здесь местечко видимо эти оверсайзе вытоптали потому что приходится ребятам ожидать пермитов на следующий штат но я думаю вот так вот остановлюсь и хватит что у нас здесь 300 300 да, потому что мне нужно сделать 300 да, правильно да, правильно отправить деньги с Зелла отправить деньги да, да, да ты имеешь телефон номер или email да, телефон номер, definitivamente я да, я понимаю офигенно, спасибо где вы все-таки неагар фоллс да да нет, я попаду вон да спасибо за вашу помощь сегодня я не знаю Окей, Джей, ты готов? Хорошо. Около часа мы по ней двигаемся и вот, вот буквально совсем недавно она хотя бы стала не такой с ямами, была вся в ямах, невозможно было ехать. Ну а сейчас идем вдоль реки, вдоль небольших холмов и как бы более-менее уже нормально стало. В общем, нам остался двигаться час, мы едем в город Биргентон, называется Бинхэмптон. В общем, могу я ехать всего лишь 30 минут после заката, закат у нас в 8 часов вечера, значит я имею право легально двигаться до 8.30, то есть 30 минут после заката. После этого времени я обязан остановиться. Вот нам как раз ровненько-ровненько мне показывают прибытие в 8.28, буквально за пару минут до окончания нашего легального времени. Ну вы уже и сами видите, что уже на улице так становится темновато. Только я сказал, что дорога стала получше, опять какие-то ямы. Вот, а в чем еще сложность этой дороги? Потому что она очень холмистая, то есть здесь постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз и очень затяжные и резкие подъемы. Ну и вы видите, да, что здесь даже машин практически нету, то есть эту дорогу особо люди не выбирают для езды, потому что по ней самом деле сложно двигаться. Вот, а ну мы выбрали, потому что других маршрутов не было, которые нам бы подошли. Ну в общем, хорошее окончание рабочего дня. Двигаемся еще целый час на парковку, там уже запаркуемся и включимся на пару слов. Продолжение следует... Что, дорогие мои телезрители, значит, я добрался до пункта назначения, уже темно. Но как раз буквально за пару минут до нашей обязательной остановки мы приехали. Все в порядке, попали под душ. В общем, помыли лодку, помыли прицеп. Тут у нас все окей, надо сегодня пойти купить новые флаги, потому что это уже пиратские флаги. Особенно вот этот. Не знаю, сейчас темно, конечно, как вам видно, в общем. Ладно, просили показать, как у меня горит плафон наверху, который я установил в вечернее время. Вот, ребята, смотрите. Там есть очень много режимов. Я сейчас включил вот такой. Видите? Сначала моргает правая сторона, потом левая сторона и потом все вместе. Здорово смотрится, вообще я обалдею. Все. Я сейчас буду отдыхать. Вот, зашел в трак, чтобы было немножко видно. В общем, день был сегодня очень интересный. Я установил камеру к моему водителю-сопровождающему. Я понимаю, что ему сложно. Он там мужичок пожилой такой, ему пока объяснишь туда-сюда, нажми это, нажми то, включи. Не знаю, что он там наснимал, но, в общем, надеюсь, вам нравится то, что я показываю. Прошло только пол маршрута, завтра еще будет один такой достаточно сложный объезд. Мы постараемся там все позаснимать. День сегодня был насыщенный, было все у нас сегодня. И пробка, и застряли на бугорке на выезде. Вот, потом еще одна была пробка, в общем, и подрезали, и что только не было. Вот, но кое-как половину маршрута осилили. Все, сейчас я буду отдыхать, ребята, выспимся. И завтра с первыми петухами встаем с самого утра и едем на Ниагарский водопад. Ну, водопад мы, конечно, не увидим, но город называется Ниагара Фоллс. Все, всем гуднайт, как говорится, увидимся завтра. Всем утренечко. Я проснулся, как обещал, купил новые красные флаги. Теперь у меня будут настоящие флаги, не пиратские. И дальше. Собираюсь тут сейчас готовить завтрак. Штат Нью-Йорк. Здесь все эти ковиды, ковиды, короче, все закрыто. Все рестораны, все закрыто. В общем, я вчера со своим другом новым пообщался с приятелем. Он сказал, что с удовольствием отведает нашей еды. Все закрыто. Либо можно ехать куда-то там, типа, бургер какой-то там, еще чего-то брать. Вот. Либо можно самому. Вот. Жена мне приготовила с собой блины. Блины с... Ладно, я сейчас выложу и расскажу вам. Вот что, ребят, получается. Вот такие вот блины с фаршем. Просто пожаренные блины. Там фарш. Курица, свинина, по-моему. Лучок. Ну, там, специи и так далее. Солечка. Все. И это дело все на сковородочку. Что-то очень жирный огонь получился у меня. Очень. А то сейчас сгорит все. Вот. И получается у нас сегодня на завтрак будет... по три блинчика. Шкварчит, потому что оно замороженное было. Там водичка сейчас попадает на масло и брызгает. В общем, буду сейчас готовить вот по три блинчика каждому. Попьем кофе, поедим блинчики и отправимся в дорогу. Вот так до золотистой корочки обжариваем, чтобы фаршик приготовился там. Насколько я помню, фаршик был этот, ну, сырой. С одной стороны, с другой стороны, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, чтобы не пережарить. Ну и чтобы приготовилось, а то не хотел бы я своего нового друга накормить вторым фаршем. Еще пару минуточек, буду снимать и закидывать вторую партию. Поехали. 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 Поэтому мы говорим D-Man. Будем сейчас все мыть, чистить. И мы будем чистить все это. И мы начнем вернуться. Все, ребята. Выезжаем. Позавтракали, покушали. Все в порядке у нас. Обсудили все детали маршрута. Я буду. Я буду сидеть здесь. Я думаю, что вы можете идти на меня. Спасибо за просмотр. Он говорит, поеду, перекрою дорогу для тебя. Потом подъезжаю и говорит... Хорошо, спасибо. Ой, короче, потешный мужик попался. Мы с ним прикалываемся. Так. Здесь у нас двухполосный хайвей. Это означает то, что он едет сзади. Если у нас дорога одна полоса туда, одна полоса сюда, которая у нас будет через полтора часа, то там он должен ехать впереди меня, перекрывая дорогу и давая всем знать, что едет не габарит. Так что, ребята, тут такая вот работа. Ладно, возвращаемся на дорогу. Так, парни, хочу сделать маленький интерактив. Значит, сейчас я вам покажу на экране, как выглядит мой пермит. Это разрешение на дорогу по штату Нью-Йорк. Впереди километров 30-35. У меня будет сейчас объезд. Я хочу, чтобы я двигаюсь сейчас по 86-му фривэю. Это 86-й интерстейт в штате Нью-Йорк. Вот перед вами пермит. Значит, я должен съехать на Country Road 26, потом на Country Road 415, через 8 миль повернуть на Ламака-Авеню и вернуться обратно на 86-й интерстейт. Попробуйте сами на карте это найти. Ну и тем самым попробуйте себя в роли водителя и как я составляю маршрут. То есть я беру пермит в руки, беру карту и сижу, изучаю, где на каком повороте, где на каком съезде я должен съехать и выехать. Потому что прозевать объезд – это очень чревато. Ну а чуть позже мы вернемся в студию, как говорится, и я вам покажу, как мы будем работать в паре с моим сопровождающим. Ну что, нашли дорогу? Если не нашли, то сейчас на карте я вам покажу, как я буду объезжать. Выход с шоссе 42 на 26-ю. Потом поворачиваем налево под мост или на мост, я еще не знаю. И там поворачиваем сразу направо на 415-ю. Двигаемся 8 миль до, если я не ошибаюсь, там какой-то Ламара-Веню. И возвращаемся обратно на 86-ю. Посмотрим, насколько там узенькая дорожка. Потому что сейчас впереди стояли знаки, что идет ремонт работы. Скорее всего, я там не проеду в ремонт работы, поэтому нам дали объезд. Я думаю, что это два-летний дорога, поэтому вы должны идти вперед. Здесь два дорога, да? Возможно. Если два дорога, то я оставлю. Продолжение следует... 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 Я просто тебе сказал, что машина выезжала как бы навстречу. Да, радиостанции. Но я свою, ребята, уже радиостанцию делал. Отвозил к мастерам, там перепаивали, как бы, ставили новую мощную плату, хорошую антенну, хороший микрофон. И все равно. Но вот такими рациями в Америке пользуются. Так что здесь это специально сделано, чтобы длинного радиуса действия рации здесь не используется. Есть одна рация, но она канадская. Даже если я ее куплю, то второй человек должен иметь точно такую же рацию, чтобы я его принимал. Все, сейчас я ухожу направо. И он за мной едет. Да, я буду принимать внимание на то, что длинный радиус. Я буду принимать внимание на то, что длинный радиус. Я буду просто пускать немного дальше. Хорошо, спасибо. Вы делали хорошие работы. У нас впереди еще будет весовая станция скоро, очень скоро и которая открыта причем. Сейчас идет неделя D.O.T. когда проверяют. Есть большая вероятность, что нас могут загнать на станцию. Бейт-стейшн открыт. Ты в бейт-стейшн или вы вон в? Я вон в, но я не могу в бейт-стейшн. Я вон в, но я не могу в бейт-стейшн. Мы увидим, если они мне показали, что я от этого не могу. Просто в бейт-стейшн. Очень надеюсь, что нам сейчас не будут делать инспекцию. Как я уже говорил, сейчас неделя D.O.T. И очень возможно, что могут нас подергать. Так, ну здесь такая система, насколько я знаю. Стоит офицер как бы и выдергивает из проезжающих, кого захочет. Стоит офицер. Стоит офицер. Стоит офицер. Стоит офицер. Стоит офицер. Стоит офицер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А и посмеяться есть даже моменты. Так, тут у нас... Надо повернуть налево. Здесь идет... А нет, мы не здесь поворачиваем. Мы не повернем лево здесь. Мы идем прямо на лево. Трафик лево. Да, идем прямо на 31. 31 east или 31 west? 31 west. Хорошо. Это прямо здесь? Да. Хорошо, направо на лево здесь. Но мне нужно повернуть меня на лево. Хорошо. Я не знаю, как это сделать прямо здесь. Я не знаю, как это сделать. Хорошо, я вперед. Так, не знаю. Потом я остановлю на лево. Не знаю, я остановлюсь на лево. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Пошли. Пошли на лево, так... Так, я могу спереди? Да, она будет очистить. Да, тяжеловая стенка будет, раздвигается. Продвигают все конусы для меня. Да, все, вверх. Хорошо, она не остановила. Ты готовы? Да, я приеду. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...